Добрый день! С вами на канале CryptoDealers, передача LegalHash и ее ведущий я, Артем Афян. Мы говорим обо всех юридически значимых событиях, которые остаются в хэшах интернета. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. И сегодня мы поговорим о криптозавещаниях или о том, кому достанутся твои монетки после тебя. На сегодняшний день потеряно порядка 4 млн биткоинов, что даже по сегодняшнему курсу составляет порядка 25 млрд долларов. Значительная часть этих монет буквально забрана с собой собственниками в могилу. Информация, оставленная в блокчейне, вечна, но, к сожалению, не вечны владельцы крипты. Поэтому проблема криптозавещаний становится все более весомой. На сегодняшний день уже существует целый ряд технических программ, которые позволяют передать криптовалюту наследникам. Но они являются не более чем хранителями, которые получают распоряжение. В 2017 году миру, благодаря Блумбергу, стала известна история Майкла Муди, который пытается унаследовать криптовалюту своего сына Мэтью. Мэтью был одним из первых майнеров биткоина. Он погиб в авиакатастрофе, и с тех пор отец безуспешно пытается установить местонахождение его криптовалюты и как-то вступить в ее наследство. К сожалению, нет ни одного органа, способного помочь Майклу, и нет ни одного судебного пристава, способного взыскать криптовалюту в его пользу. Но в некоторых случаях родственники умершего точно знают местонахождение криптовалюты, и тогда их шансы вступить в наследство резко повышаются. Первый и самый простой случай, если криптовалюта находится на бирже. Для этого биржу достаточно предоставить пакет документов, подтверждающий права на наследование. Например, на Coinbase уже есть целая соответствующая программа. Если же криптовалюта находится на холодных кошельках, то самое сложное сводится к установлению местонахождения сид-фразы. Этим многие пользуются, потому что фактически, определяя завещание по криптовалюте, они завещают не саму криптовалюту, а пароли доступа к своим криптокошелькам. Для этого можно применить такой механизм, как тайное завещание, где информация запечатывается и вскрывается нотариусом только в момент открытия наследства. Также одним из возможных решений является помещение сид-фразы в банковскую ячейку либо другое иное хранилище и уже завещание ключей доступа к этим ячейкам. Это также поможет тем, кто хочет разделить сид-фразу между несколькими банковскими ячейками. Ну и напоследок стоит немного сказать о налогах. Практически во всех странах криптовалюта признается имуществом, а это значит, что при ее приобретении нужно уплатить соответствующий налог. Но это не распространяется на те случаи, когда в завещании указываются только пароли доступа к криптокошелькам. Здесь уже вопрос уплаты налогов остается на совести налогоплательщиков. Желаю вам прожить как можно дольше и возможно всю свою крипту потратить еще при жизни. А я напоминаю, мы запустили юридический АИ, который помогает в решении практически всех вопросов криптобизнеса. Ссылку на него вы увидите в описании к этому видео. С вами был я Артем Афян и передача LegalHash. До новых встреч!